Донбасс Мы будем говорить о ментальных отличиях, о разнице во взглядах и разном выборе. В первой части мы поговорим о целенаправленной или ненамеренной дискредитации Донбасса, маргинализации, которая осуществлялась годами и даже десятилетиями, о взаимном неприятии разных регионов Украины, которые осуществуют. Во второй мы поговорим о центробежных тенденциях в экономике и затем обсудим, как так сложилось исторически. И есть ли примеры успешного преодоления такого вот раскола поляризации. И начнем мы разговор с Мариной Черенковой, переселенкой, членом правления национальной платформы примирения и единства, депутатом Донецкого областного совета. Здравствуйте, Марина. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот от чего возникла такая маргинализация Донбасса? Я несколько лет назад, приехав в Киев, с удивлением узнала, что люди думают, я тоже из Донецка, что люди думают, что в Донбассе живут проститутки и шахтеры. Вот, это как бы, да, а то, что существует интеллигенция, да еще и гуманитарная, ну, это понимали с трудом. Почему, вот как вы считаете, такое возникло? Ну, мы говорим о том, когда это возникло, или в принципе мы говорим, почему это возникло. Это очень важно для понимания. Давайте начнем с когда. Ну, я думаю, это возникло где-то в районе 2004-2005 года, это уже явно наблюдалось. И это, естественно, для любых противоречий, так называемое унижение или расчеловечивание врага, потому что мы все прекрасно знаем, что внутри человек, в большинстве своем мы созданы так, что мы хорошие люди, в нас заложено это. Для того, чтобы действовать более агрессивно, для того, чтобы каким-то образом оправдать себя и свои не очень человеческие поступки, мы, как homo sapiens, к сожалению, включаем вот этот режим, что я выше, а кто-то другой ниже. Это первый посыл. Второй посыл заключается в том, что не всегда среднестатистические украинцы знают об особенностях региональных нашей страны, ведь наша страна очень разная. Мы индустриальный регион, и, безусловно, у нас в большинстве своем превалирует рабочий класс. Но рабочий класс, это совершенно не подразумевает никакую маргинализацию. Рабочий класс, это люди, которые работают на заводах, работали на заводах и в шахтах. Это, как правило, люди с техническим образованием, инженеры и достаточно образованные люди, если честно. Касательно гуманитариев, для меня это большая загадка, потому что мы как-то не освещали сами. Я считаю, что это наша вина, что мы не преподносили себя, как людей, у которых существует достаточно серьезная гуманитарная мысль. Потому что у нас и философы есть прекрасные, и мы знаем их имена. У нас прекрасные литературоведы, у нас прекрасные журналисты. Но думаю, что вот здесь как раз вина наша, если честно. Вы говорите о том, что это возникло в 2004-2005 годах. Кто-то был катализатором? Я говорю о том, что это явно выражено. Вот так, как мы говорим, на карте выпуклость появилась. Я думаю, что... Я бы сейчас говорить о катализации этого процесса, это значит углубляться в историю. И если честно, я не вижу смысла в этом. Это уже политологи должны определить, почему, как. Знаете, есть такое выражение, что у каждой ошибки, у каждого действия, у каждой победы или неудачи есть имя. И я в это очень верю. Всегда находится первый человек, который говорит о том, что делаем так, и это принесет нам политическую победу. Не задумываясь в долгосрочном плане, каким образом это отразится на стране, на обществе. Ну да, говорят, что победы много отцов, а поражение сирота, да, когда уже это отражается плохо. Вы абсолютно правы. Но с другой стороны, вот мы говорим о маргинализации Донбасса, но на том же Востоке многие думают так, что на Западе тоже совершенно живут люди, которые не умеют работать, только там в Польше собирают клубнику. Откуда это возникло? Это тоже какая-то мистификация взаимная? Я думаю, что это штампы какие-то. Это штампы, которые, опять же, посмотрите, мы не говорим о каком-то хорошем, позитивном, о чем-то том, чем можно гордиться. Мы друг друга унижаем. Это стратегия проигрыша. Точка. Страна, где разные регионы стараются разнообразие использовать не как инструмент построения и инструмент конкурентоспособности, конкурентоспособности, простите, а как разрывающую страну механизм, ну, это не очень эффективно, скажем мягко так. К чему это уже привело? Ну, очевидно, к чему. Мы потеряли территорию, очевидно. Это дискурс, который начинается, понимаете, вот есть такая английская поговорка «дьявол в деталях», да? Все начинается всегда с мелочей. Почему нас приучают, допустим, ну, окей, в Донбассе, в Донецке, если ты технарь, ты обращаешь внимание на мелочи. И даже если ты гуманитарий, ты все равно знаешь очень четко, что дьявол в деталях. С мелочей все начинается. И мы не заметили, не захотели заметить. Может быть, нам это нравилось, когда мы считали, ок, ну, мы гораздо более продвинутые, чем кто-то другой. Это ошибочная. Это ошибочная стратегия вообще. И для человека, и для государства, и для общества. А есть ли действительная разница в менталитетах? Вот вы говорили о том, что региональные различия у нас сильны в Украине. Есть ли разница в донбасском менталитете и в менталитете центральной Украины, западной Украины? Некоторые различия я замечала, но вот хотелось бы как-то... Послушайте, ну так во всем мире, мне кажется, что пора заканчивать говорить о будикальности. Во всем мире существует разница между индустриальными менталитетами и сельскохозяйственными менталитетами. И менталитетом, допустим, жителей мегаполиса. Если мы возьмем Лондон, Лондон будет думать и мыслить, и поведенческие будут модели одни. Эдинбург и Глазго другие. И, я не знаю, Белфаст третьи будут. И Кардив будут четвертые. Но это сплочает, это работает на усиление, а не на разрыв, если правильно выработана государственная политика. Какая государственная политика, так сказать, приводит к тому, чтобы это работало на усиление? Может быть, есть уже успешные примеры, к которым можно обратиться? Ну, нужно посмотреть на мировые практики. Я думаю, что все сильные государства, где работают очень серьезные элиты в парламенте, в правительстве или просто элиты, которые заботятся о своем государстве, это яркий пример. Первая гуманитарная политика по отношению к своему народу, экономическая, социальная. Это все инструменты, которые элиты, неважно какие они, бизнес-элиты, политические элиты, они используют, чтобы сохранить свою страну. Есть ли какие-то действенные методы, которые бы у нас есть? Вот, в принципе, много организаций общественных западного толка. Они там всячески организовывают такие программы, грантовые вещи, что может объединить обмены школьниками и так далее. Что может быть для взрослых действенно, скажем так, ну и для детей, для всех? Давайте мы уточним по категории. Мы говорим о чем сейчас, для взрослых? Об объединении Востока и Запада, будем говорить о политическом объединении. Я поняла. Я поняла вас. Спасибо большое. Первое, необходимо снизить градус той ненависти, этой риторики, которая никому не нужна в медиа. И это задачи журналистов. Вот если честно сказать так. Чтобы начали работать такие люди, как наши коллеги в платформе национального примирения и единства, сначала необходимо расчистить для конфликтологии пространство. Это пространство расчищается тем, что в медиа успокаивается риторика. И потом мы от этого отталкиваемся дальше. И механизмов, и на самом деле примеров масса. И работа со школьниками, и работа с молодежью. Но какая работа? Она должна быть синхронизирована с политикой государственной. Как повлияли на поляризацию Украины две революции, которые были? Вы говорили о том, что это как выпуклость обозначилась в 2004 году. Вот еще 2013-й. К тому же пролилась кровь. Как это не печально. Как они повлияли и насколько углубили такой раскол? К большому сожалению, они повлияли так, что мы потеряли территорию. Наше небрежное отношение к словам, я вот так скажу. У наших политиков какое-то совершенно детское, наивное доверие к политтехнологам. А наша политическая элита все время забывает, что определенная категория политтехнологов просто зарабатывает деньги. А государственное мышление предполагает системную работу над стратегией, которую строит страну. Даже в условиях выборов. Ну, что мы давайте по концу такой трагической истории, связанной с ненавистью, имеем? Мы потеряли территорию. У нас седьмой год идет конфликт, вооруженный конфликт. Теперь уже низкой интенсивности. На протяжении конфликта мы все время говорим о заморозке. Но после Карабаха мы понимаем, что замороженный конфликт – это абсолютно условное понятие. Он размораживается в любой момент. И я думаю, что сейчас как раз самое, как бы это ни звучало, но сейчас, если все элиты, если все общественные деятели, ну, хотя бы большинство, скажу так, очень четко и трезво, успокоившись, сели за один стол и сделали пять, до десяти приоритетов, следующих шагов, чтобы что? Чтобы привести в порядок медиапространство, чтобы начинать изучать механизмы регионального развития, потому что нам экономику нужно восстанавливать. Государство, оно создано для того, чтобы заботиться о своем народе. Нам нужно выжить сейчас. Готовы ли к этому элиты государственные? Мне сложно сказать. Я думаю, что они должны понимать, и что где-то внутренне они понимают, что они готовы. Но это нужно спрашивать у представителей элит, я так думаю, это будет более справедливо. Национальная платформа примирения и единства, мы открыты к сотрудничеству с абсолютно всеми людьми, мы готовы разговаривать. Потому что если ты не проговариваешь эти вещи, даже с тем человеком, у которого совершенно противоположные взгляды на эту ситуацию, если ты не проговариваешь, ты не знаешь, как он мыслит. Если ты не знаешь, как он мыслит, ты не можешь ввести его в повестку дня, которая нужна для страны. Поэтому те неприятные разговоры, те неприятные диалоги, которых мы избегаем, они должны быть, Ксения. Иначе будет тупик, и он будет очень трагичным, этот тупик. Ну да, но дело в том, что сейчас, конечно, можно сказать о том, что СМИ очень поляризованы. Буквально даже существует пулы экспертов для определенных СМИ. И насколько это долгий путь, вот мне интересно. Ну если мы говорим об экспертах, то я не хочу звучать критично, но я чуть-чуть запуталась уже, потому что в Украине у нас каждый второй эксперт. И экспертиза какого характера? Откуда она, эта экспертиза? А вот СМИ, если начинать работать, и начинать работать именно с журналистом, которые будут озвучивать основные посылы, то мне кажется, в течение трех-четырех лет журналисты и ведущие, лидеры общественного мнения могут прийти к какой-то общей повестке дня консолидации. Какие месседжи нужны? Я с трудом сейчас могу, знаете, вот вы меня застали врасплох, я не журналист, но давайте так, да? Может быть, как член правления... Если бы я была журналистом, я бы сказала, что первый посыл, который необходим именно в кругу медийщиков, проговорить, давайте найдем консенсус по пяти основным месседжам, даже если они очень болезненные. Первое. Мы хотим ли сохранить страну демократичной, свободной? Да. Хотим ли мы разговаривать между собой, чтобы понимать друг друга, а не кричать и не оскорблять друг друга, выглядя со стороны? Это выглядит... Вы же не забывайте, что за нами наблюдает международное сообщество. Мы крайне... Дайте мне сформулировать вежливо. Мы крайне странно выглядим со стороны. Как недоговороспособными вроде бы, да? Ну это да, но мы же еще и оскорбляем друг друга. И удивительно грустные слова подбираем. Иногда они невероятно грубы, эти слова, и находятся на грани дозволенного. И если по двум этим пунктам есть хотя бы какое-то примерное понимание, уже тогда можно подключать те экспертные группы, которые, как вы выразились, поляризованы сейчас, да? Но с каждым экспертом можно проговаривать какие-то вещи и находить консенсус. Я вообще сторонник диалога практически со всеми людьми, кроме тех, которые в нашем конфликте совершали определенные действия, которые недопустимы с точки зрения морали и человечности. И невозможно не спросить. Вот два президента пришли на повестки дня мира, и пока мира никакого не достигнута, уменьшена интенсивность конфликта, вот и все. А очень много, даже мы можем сказать, бизнеса, которые не то чтобы заинтересованы в войне, но во всяком случае в примирении пока мы не видим заинтересованности. Внешние силы также противодействуют примирению. Как этому противодействовать? Как с этим бороться? Есть ли стратегия у национальной платформы примирения единства? У нас-то стратегия есть, и мы аккуратно с этим работаем, как выражение существует такое, знаете, мелкими точечными шагами вне медийности мы работаем. Но вот я чего не люблю, Ксения, так это огульных обвинений или какой-то критики, которая просто выбрасывается в медиапространство. Да, президент Зеленский пришел на повестки мира. Сейчас его активно критикуют. Я не против критики, это так должно быть, потому что он у власти. Но перемирие работает. До этого были определенные, сделаны подвижки в обмен пленных, который был в самом начале. Мы все время об этом забываем, и я сейчас не на стороне власти и не на стороне оппозиции. Но я на стороне той матери, той жены, той дочери, которой ждали этого человека. Я считаю, это большая подвижка. И эту тему необходимо развивать и дальше. И полтора года повестка дня мира, она трансформируется сейчас. Почему? Возможно, власти необходима поддержка общественности. Мы же знаем, что, скажем так, наша новая власть крайне чувствительна к медиа. А если медиа говорит и одобряет их действия, то тогда и власть дает нам результат. Что делается сейчас? Это просто критика, постоянные грустные, как я говорю, слова. Но я не думаю, что это помогает власти. И я возвращаю вас к вопросу номер один, о котором я говорила. Оставить обиды, успокоиться и начать просто работать. И прекратить оскорблять друг друга. Прекратить говорить, кто лучше, кто хуже. Потому что сейчас вопрос уже идет о выживании. На самом деле, про выживание нас. И мы должны, как украинцы, включить режим хотя бы самосохранения. Мы все время забываем, на самом деле, что мы совершенно замечательные люди. Мне кажется, какое-то должно быть напоминание из медиапространства. То есть изнутри, будем говорить. Но это ваше медиапространство, потому что у конфликтологов, у людей, которые занимаются построением диалогов разного уровня, даже если у нас противоречащие друг другу взгляды, мы все равно договариваемся. Мы находим общую повестку дня. Но, может быть, нам легче, потому что у нас общий, так как говорится, общий бэкграунд или общее образование или общий набор знаний в журналистике. Все по-другому. Потому что вы стремитесь, мне кажется, к несколько другим вещам. А как вы оцениваете сейчас, насколько сильна вот эта поляризация, если сравнивать с 2014 годом? Насколько она сильнее или меньше накал страстей? И насколько, возможно, все-таки постепенное уменьшение и схождение на нет таких процессов вражды? Если мы будем говорить о периоде 2013-2014-2015 год, то накал страстей меньше. Но он остается. И, к сожалению, лидеры общественного мнения и журналисты, они не играют той весомой роли, которые должны, по моему мнению, играть в построении то, что по-английски называется enabling environment. То есть благоприятные среды для того, чтобы изменить саму эту среду ненависти. По разным причинам. По разным причинам. Я их не хочу сейчас здесь озвучивать, но для меня они очевидны, наверное, как и для вашего журналистского сообщества. Спасибо большое, Марина. С нами была Марина Черенкова, член правления Национальной платформы примирения и единства, депутат Донецкого областного совета. Политика – это концентрированное выражение экономики. И об экономических предпосылках вот такого ментальной такой поляризации раскола Украины мы поговорим с Русланом Синельником, политическим экспертом. Расскажите, пожалуйста, насколько глубоки такие экономические предпосылки, есть ли они вообще, вот предпосылки раскола Украины? Есть ли все-таки, мы знаем об индустриальном Юго-Востоке и там, допустим, предпочтительно сельскохозяйственном Западе, насколько это традиционно и на самом ли деле такое есть? – Можно сказать, что Украина за свои последних 30 лет сильно потеряла в потенциале как аграрной страны, так и промышленной, которой она была там на конец 91-го года, когда Украина заявила декларацию и акт про возглашение государственной независимости. Если говорить об экономических предпосылках, вот именно дезинтеграции Украины, то они шли, начиная с 1991 года, и ни одно правительство в Украине не занималось системно тем, чтобы объединить, как говорится, сшить страну, а именно вот фидеализацией и разного рода такой децентрализацией. Вот мы слышим такие постоянные модные термины децентрализация. Это возможно тогда, когда страна единая, когда страна объединена, когда страна имеет общую национальную идею, но в ней, например, развивается каждый регион, дается больше автономии для развития каждого региона, ну, на общую идею. В ситуации, когда идет децентрализация постоянная в виде разобщения всей территории страны, то децентрализация, добавленная сюда под новым соусом, она просто расшивает страну на мелкие отдельные, удельные княжества. И как мы видим, это произошло и вот уже и с Буковиной, и с Закарпатьем, и с Западной Украиной, и с Югом, и вот с Востоком происходит, и с Крымом. Это все произошло из-за того, что страна не занималась системно экономическим, политическим именно объединением над общей национальной идеей. Что можно было бы сделать тогда? Конечно, история не терпится слагательного наклонения, но тем не менее. Что можно было бы сделать, чтобы, ну, хотя бы уже, будем говорить, ну, хотя бы сохранить как-то промышленный потенциал страны? Ну, речь шла в 90-х годах, насколько я помню, и в Крыму украинцы заявляли, и на Донбассе, и на Западной Украине, они говорили о каких-то общих экономических проектах. То есть это должно быть, например, если строительство, то внутри национальными производственными силами, как промышленными компаниями, так и людьми. Вот посмотрите, что происходило, начиная с 90-х годов. Люди, которые ближе к каким-то границам соседних государств, они уезжали не на работу в Украину внутрь страны, они уезжали за границу своей страны. То есть если это Львов, то они ехали в Польшу, если это черновцы, то они ехали в Румынию, если это ближе к востоку, то есть Украина, это Россия, то они ехали в Москву или какие-то большие города на заработки. В то же время, когда в Украине полно возможностей, можно было, например, что-то строить, и те же промышленные предприятия, и жилищное строительство, и дороги, о которых вот только сейчас что-то начали говорить. Это все можно было строить внутри страны, своими силами, объединять людей. И те же самые, например, я помню, во время Кучмы еще строилась дорога, трасса Киев-Одесса, которую почему-то строили турки, которые строили какие-то как бы непонятные граждане. По большому счету, это могли бы строить украинцы, причем такая центральная трасса, которая бы объединяла и восток, и запад, и север, и юг. Туда можно было бы брать абсолютно и национальные компании, и в национальных средствах. Да, конечно, говорят о том даже часто, что вот французы, они абсолютно патриотичны в этом отношении, даже смеются над англичанами, для которых австралийцы строили стадио. Они говорят, что нет, у них такого быть не может. В Украине такого пока протекционизма не наблюдается. Ну, можно сказать еще, например, о китайцах, которые, например, мосты строят за две недели, и можно, например, посмотреть Шулявский мост, который строился длительное время и до сих пор не достроился, потому что его, вот именно все вторые, третьи очереди когда-то должны быть достроены, а возможно никогда. Потому что те вопросы, которые возникли в процессе строительства, они показывают полную беспомощность власти и тех строителей, которые за это берутся. Как-то так получается, что, например, иностранные компании, которые приходят в Украину, они обученные, они системные, не правовые, они экономически грамотные. И вот национальные компании, которые у нас есть, они как-то не выигрывают тендеры, не выигрывают какие-то конкурентные возможности, потому что, ну, кто-то ими специально не занимается, чтобы они были в таком отсталом состоянии. Как вот на экономическое развитие влияет вот такой ментальный раскол Украины, враждебность регионов, вот, возможно, даже в какой-то степени ревность к индустриально развитым регионам? Ну, можно просто сказать, что давний принцип разделяя власть никто не отменял. И в ситуации, когда даже в одном городе будут люди противостоять друг другу, то их очень легко поделить и выбрать свою власть, при этом решать все вопросы раздела земли, незаконного строительства, уничтожения жилищно-коммунального хозяйства. Это все достаточно одну громаду разделить между собой. Если делить страну, регионы, области, то мы видим, что очень легко потом настроить захидняки против схидня Киев, там, южных против северных. И в этой ситуации понятно, что любая дезинтеграция идеологическая, она ведет и дезинтеграция экономическая, потому что никто же не будет доверять, никто не будет ехать, находить вообще точки зрения экономические процессы. До того, как до 14-го года говорили сначала, что Донбасс всех кормит, потом наоборот, что это дотационный регион, но в итоге, когда вот территории стали неподконтрольными, насколько много, я вот читала о том, что считала сама, что в 2015 году официальные данные были 6,8% ВВП потеряла Украина, на самом деле было много больше, просто в абсолюте, по-моему, около 15% это как минимум. Насколько действительно если можно так оценить, вот от потери территории, от потери промышленного потенциала потеряли мы вот потери контроля над территориями? Ну, нужно просто оценить реальную потерю контрольных территорий, но мы видим точно, что Крым в полном объеме, это все его промышленные предприятия, морские пути, морские порты, грузоперевозки, туристическая инфраструктура, то есть это все потеряно, это просто нужно оценить как бы точные цифры. Я так понимаю, что нам специально заниживают реальные цифры для того, чтобы мы не возмущались, как много и как серьезно Да, потому что я считала в абсолюте, мне было такое редакционное задание, я считала, что была треть, на самом деле. Ну, вот это надо понимать, что, допустим, те же самые транспортные артерии, трудно их оценить, потому что грузопоток и пассажиропоток в одно время, например, в сезон, он намного больше, чем, допустим, в несезон, или при усилении каких-то рыночных торговых операций, например, те же самые порты, которые там были, Керчь, Феодосия, там, Севастополь, они каким-то способом увеличивают товарооборот или уменьшают. Это можно посчитать экономически, если, например, проследить не там в течение одного года, а в течение многих лет, как происходило изменение торгового баланса на тех или других предприятиях. Ну, мне кажется, что мы потеряли достаточно много и хуже всего, что мы потеряли акваторию Черного моря, выход к Черному морю, а это и запасы, да, это и запасы, по сути, нефтегазового комплекса, потому что мы знаем, что там были боровые вышки, которые мы потеряли, не контролируем. Это шельф, национальный шельф, который тоже принадлежит всей территории Украины, не только Крыму. И многие другие предприятия, которые, допустим, на востоке Украины, которые уникальны, ну, например, такие, как Луганский патронный завод или какие-то, допустим, промышленные предприятия, которые делали, например, какие-то запчасти к авиационной технике, они потеряны, мне кажется, что вывезены безвозвратно, их возобновить будет практически невозможно. Провозгласили, допустим, курс на ЕС несколько лет назад и одновременно все-таки Россия менее перестала быть таким эффективным партнером. Насколько это подкосило Украину? Вот первая десятка экспорта у нас в основном сырье. И есть ли потенциал для возрождения? Ну, вопрос о потенциале для возрождения это, в первую очередь, экономический вопрос для власти имущих, то есть для парламента, для правительства. Почему? Потому что я пока что ни в одном бюджете не увидел проектов по развитию страны. В основном все бюджеты это проедание сырьевой прибыли. То есть мы экспортируем психоспродукцию и тут же ее проедаем на какие-то как бы растратные проекты, программы там на увеличение выплат наблюдательным советам, на увеличение выплат депутатам, на повышение зарплат чиновникам, но ни в коем случае не на повышение зарплат учителям, с чем, например, приходят политики перед выборами. Мы слышим перед выборами о том, что вот они сейчас придут и вот все наладится и будет процветать. И в тот же момент после каждых выборов все политики забывают о своих обещаниях и никакие экономически развивающие программы в стране не происходит. Это должно быть основой, потому что всем же понятно, я не знаю, наверное, не всем, что социальное обеспечение может, так сказать, проистекать только от экономического развития. Это логично, и потому если в первую очередь в бюджете не заложены расходы на экономические инновационные проекты, на развитие каких-то новых предприятий, открытие новых рынков сбыта, какие-то возможности конкурентной продукции, то у нас получается, что не из чего набирать налоговые сборы, и мы видим, что сейчас бюджетный дефицит порядка, кто называет, разные цифры, от 100 до 300 миллиардов гривен, и, соответственно, чем они, как бы сказать, покрываются? ОВГЗ, то есть продажей национальным банкам заемов национальной валюты, которые банки, нацбанк не имеет напрямую возможность продавать ОВГЗ, но коммерческие банки преспокоенно покупают государственный долг, на котором они зарабатывают и который постоянно возрастает. Вот региональная, даже не региональная, национальная, олигархат, буржуазия, особенно Ринат Ахметов, с 2014 года его состояние в 10 раз снизилось 22 миллиарда до 22,4, до 2,4 миллиарда, ну практически в 10 раз. Насколько вообще влияет вот такое снижение на благосостояние людей, на в целом на экономику страны? Ну, экономика олигархов, это их личное, как бы сказать, вот накопление, которое они получили в большинстве своем абсолютно на разделение бывшей социалистической собственности в большинстве своем путем как бы принятия тех или других законодательных решений, которые шли вразрез с экономическими интересами Украины и экономическими интересами граждан, и в результате то, что они вот имели по рыночным оценкам на какое-то время или на сейчас, это говорит просто о том, что их активы падают из-за того, что продукция ихних предприятий, она низкотехнологическая, она сырьевая, и потому продажа, допустим, той же самой стали, она в какое-то время имела стоимость, а потом, допустим, почему-то страны такие, как Япония и Южная Корея, они набирают постоянно ВВП, потому что они продают высокотехнологические товары, а та же самая Украина-Россия, они занимают 0,0 каких-то десятых в мировом ВВП, потому что они в основном сырьевые придатки для иностранных государств. Да, в принципе, там и была и модернизация, понятно, что там и шахты, и металлургия, и 80% бизнеса сконцентрировано в Донецкой области, в Донецкой, конечно, от этого потеряли. Скажите, пожалуйста, вот если говорить о транснациональных корпорациях, да, действительно, они начали приходить, потому что порты в конце все передаются и так далее. Насколько это эффективно? Потому что в Китае те же ТНК используют эффективно, у них инвестиции, у них технологии и так далее. Ну, в первую очередь, надо защитить страну именно национальным законодательством, для того, чтобы никакая внешняя страна и никакая внешняя транснациональная корпорация не могла получать сверхприбыль на бедной стране в то время, когда украинцы не получают ни налогов, ни поступлений в бюджет, ни каких-то социальных выплат, ни гарантий работникам. Как мы помним, это было сделано на Криворожстале, когда она была приватизирована, реприватизирована, но все равно постоянно люди жалуются, что их там увольняют, и у них минимальные заработные платы, у них никаких социальных гарантий, никакого экологического контроля, то есть там просто идет получение сверхприбыли, вместо того, чтобы страна эффективно получала и прибыль, и граждане получали какие-то надежные деньги и социальные гарантии. В этой ситуации, соответственно, что происходит с 2014 года, надо проанализировать именно те моменты, сколько тут укрупнился национальный капитал. Мы видим, что, например, киоски Рошена выросли возле каждого, в каждом квартале, возле каждого метро, и в тот же момент что из транснациональных корпораций укрупнилось, увеличило свой объем, и как бы что сюда, какие компании сюда пришли, а какие ушли. Мы знаем, что некоторые компании, которые пробовали сюда зайти, они не выдержали ни конкуренцию, не нашли этого экономического, как сказать, обоснования своей деятельности, потому что в бедной стране очень трудно зарабатывать большие деньги. Ну, да, конечно, нужна покупательская способность, в общем-то, инвестиции. Им намного интереснее зайти, например, в Польшу и на нормальном прозрачном законодательстве без коррумпированных судов построить какой-то честный прозрачный бизнес и платить государству договоренную сумму, там, ренты или же налогов, чем зайти в Украину, где постоянно меняется, каждый раз Верховный Совет... А вот в том-то и дело, что постоянные изменения, пертургация... Постоянно Верховный Совет принимает какие-то поправки, вот мы знаем, что сейчас в жилищно-коммунальное хозяйство приняли вчера поправку, которые говорят о том, что вы знаете, вот сегодня платили немного меньше, но завтра придется заплатить и за те счетчики, которые вы когда-то поставили, а мы это не учли в договоре, и теперь новый договор, и платите в новых тарифах плату и за транспортировку, и за распределение, и за установку агрегатов в учет тепла, воды, там, всего другого, электроэнергии. Ну а как можно оценить вот на данный момент потенциал экономики Украины? Возможно, есть какие-то рецепты, что еще можно сделать? На самом деле, рецептов продумано с 90-х годов абсолютно огромное количество, и проекты, которые подавались тогда, и еще в молодежном парламенте, я помню, и в помаранчевой революции, так называемой, в 2005 году, и в 2013-2014 годах, эти все как бы ожидания и понимания украинцев, они вполне расходятся с действиями власти, как тогда, так и сейчас. То есть, все 30 лет мы видим ситуацию больше борьбы украинцев против действующей власти, чем реализация властью ожиданий украинцев. Получается, что граждане, если постоянно борются с действующей властью, значит, наверное, эта власть не ихняя, потому что постоянно граждане должны выходить то на протесты против незаконных застроек, то на какие-то выпиливания садов, парков, городов, я не знаю, всего чего угодно. Последовательность власти, с другой стороны, обуславливает и последовательность экономического развития, в общем, хоть какого-то развития разного, а так вечные протесты, они, конечно... Потому логика людей такова, что если эта власть наша, то мы ее поддерживаем, и мы получаем от новых действующих лиц, мы получаем какие-то выгоды. А если мы не получаем экономическое развитие и поддержки населения страны, оно, в первую очередь, очень сильно вымирает, то есть мы видим, что у нас население крупно сокращается, и власть боится провести перепись населения, потому что там цифры будут ужасающие. И мы видим то, что большинство мигрантов, которые едут за границу в поисках возможности выжить и заработать какие-то деньги, они двигаются за любые границы Украины. Мы понимаем, что есть даже в Беларусь зарабетчане, во все приграничные страны есть движение людей для того, чтобы найти средства для выживания. Это ненормально в стране, которая говорит о единонациональной идее, о сшивании национальных территорий, о проектах Востока и Запада вместе, о проектах транснациональной вообще какой-то там магистрали, газопроводов, каких-то нефтепроводов, каких-то перерабатывающих заводов, возможности вывода, например, той же самой сельхозотрасли на какую-то высокотехнологическую переработку, а не просто продажа зерна, серия, то есть как бы то, что происходит сейчас. Очень много проектов, которые могли бы объединить страну за 30 лет так и ни разу не рассмотрены и не реализованы. Ну, такая вот пессимистическая нота. Спасибо вам большое. С нами был Руслан Синельников, политический эксперт. Об историческом контексте вот такой ментальной поляризации Украины мы поговорим с Николаем Спиридоновым, политическим консультантом, политическим экспертом. Скажите, пожалуйста, давно ли это возникло, давно ли возник вот такая вот ментальная поляризация, ментальный раскол Украины? Вы знаете, еще во времена казачества бывали ситуации, когда была правобережная, левобережная Украина с разными гетьманами, некоторые гетьманы ориентировались на Россию, некоторые на Польшу, некоторые на Турцию, то есть подобные... Попеременно будем говорить, да? Даже одновременно, потом некоторые из них погибли, которые неправильно имели ориентацию, имею ввиду гетьманов, поэтому для Украины, скажем, эта ситуация характерная и вследствие этого то, что происходит сейчас не является чем-то новым для Украины. Мы помним, например, и ситуацию XX века, когда боролись большевики за Украину, с Германией, с некоторыми другими странами, поэтому вот эта поляризация навсегда была, но, к сожалению, в том числе и мои коллеги политтехнологи эту поляризацию уже во времена независимости Украины стремились часто в своих интересах усилить и приумножить, когда, например, еще в 99-м году во время президентских выборов между Кучмой и Петром Симоненко, то, по сути, вот за Кучму был Запад, там и центр, за Симоненко был Восток и Юг, но поляризация еще сильнее усилилась в 2004-м году, когда мы видели во время противостояния Ющенко с Януковичем, что за Януковичем он набирал 85-90%, допустим, в Донецке, в Луганске, в Харькове, а Ющенко набирал по 90% во Львове, в Ивано-Франковске, причем там в Тернополе, причем голосовали и мертвые, и живые, и нерожденные, и уехавшие там на заработки, все подряд голосовали. И для политиков вот эта поляризация выгодна, потому что ставится вопрос в двоичной системе, вот ставился вопрос Ющенко или Янукович. Может быть, они оба как-то Украине не очень подходили, может быть, был кто-то третий, но вот когда идет эта поляризация, то все голоса стекаются к двум основным политикам. Если вернуться к истории, есть ли разница в менталитетах? Какое-то время правобережные и левобережные Украины были разделены, потом Галичина была, так сказать, и не только Галичина, и Буковина под властью Бессарабия, под властью разных стран. Насколько это обусловило разницу в менталитетах восточного и западного плана? Вы знаете, некоторая разница очевидно есть, в этом можно убедиться, общаясь, например, с жителями Ивано-Франковска и, скажем, с харьковчанами. Но я думаю, что в Украине эта разница не больше, чем в некоторых других государствах. Например, если взять Великобританию, там даже в одном Лондоне по сути можно насчитать 80 разных диалектов английского языка и некоторые рабочие англичане говорят таким языком, что аристократические круги их даже не совсем понимают. У нас тут тоже, вот я когда некоторое время по одному проекту пожил в Западной Украине, то там определенные слова украинские были такие, которые вроде как и в словаре нет, то есть свои определенные диалекты, свои определенные повадки, но все-таки по моему мнению у меня есть надежда, что эти противоречия все-таки не критические, что те проблемы, которые мы имеем, в основном не эти противоречия рождают, а все-таки неудачная политика, потому что если мы возьмем империи мировые, был же когда-то и Древний Рим, была и Византия, была и Хазарская империя, и Турецкая, но там же противоречия везде было больше, чем внутри Украины, и все равно как-то империи существовали, развивались. В современной России противоречий больше, чем в нынешней Украине. То есть, ну, конечно, у них и, скажем так, государство посильнее, поэтому... Ну, государство посильнее, но, скажем, задача государства эти противоречия сглаживать. А мы, к сожалению, видим, что государство, наоборот, эти противоречия зачастую своими там языковыми, например, законами, что 16 января в соцсфере обслуживания переходит исключительно на украинский язык, и теми же квотами на радио и ТВ там выставляют сейчас уже до 90% квота доходит, а у неугодных каналов, как мы знаем, и вообще лицензию отбирают. Поэтому, соответственно, когда государство эти противоречия на украинском есть такое красивое слово «раздмухуе», то есть раздувают, то, конечно, они вылазят. Но если бы была мудрая государственная политика, то, в общем-то, все эти противоречия вполне терпимые. Насколько влияют на это внешние силы? Вот есть такие факты, что даже украинских националистов еще в 40-х годах поддерживало США, поддерживали Штаты, даже сбрасывали гуманитарную помощь. Насколько это вообще сейчас, сегодня действует, насколько это исторически сложилось? вы знаете, по поводу Соединенных Штатов, я, кстати, по созданию и деятельности УПА защищал магистрскую работу, и я не заметил, скажем, таких документов, которые документально подтверждают, внешние факторы были конкретно США, которые документально подтверждают, что Соединенные Штаты Америки давали деньги. То есть, в принципе, было много западных стран, будет, наверное, правильнее сказать, коллективный запад, который был заинтересован и определенным образом ДАУПА поддерживал. Как это вот влияет на постоянной основе поддержка различными внешними силами, и как это формирует в историческом контексте такие ментальные противоречия? Вы знаете, мир глобализирован, все страны друг на друга влияют. Например, если мы изучим доктрину о безопасности Соединенных Штатов Америки, там указано, что основными врагами, основными соперниками Соединенных Штатов Америки являются Китаем на первом месте, на втором – Россия. Но Соединенные Штаты – это такое на сегодняшний день самое могущественное государство в мире, то есть на них влияние, ну, скажем так, меньше. На них может там влиять Китай, может влиять Россия, но, скажем, устроить в Соединенных Штатах революцию, наверное, и Россию, и России, и Китаю было бы сложновато. Если же мы возьмем Украину, к сожалению, Украину по степени субъектности мы не можем поставить слишком высоко, по степени субъектности Украина, ну, где-то ближе к странам третьего мира по своему экономическому и остальному развитию. Более того, я могу крамольную вещь сказать, но, наверное, все-таки напрямую законы декоммунизации это не нарушают, что я даже сомневаюсь, что современная Украина более субъектная на сегодня, чем, допустим, Украинская Советская Социалистическая Республика в составе СССР. Хотя мы независимы, да. Вот я не уверен, потому что в составе СССР Украина стала и членом ООН, и тоже в международных организациях присутствовала. Поэтому, учитывая, что Украина, скажем, не самая могущественная, не самая субъектная, мягко говоря, то, естественно, самые разные страны и самые разные транснациональные корпорации сейчас, в принципе, среди современных мыслителей, современных историков, есть такая гипотеза, что национальные страны становятся менее влиятельны, чем транснациональные корпорации, то есть такие, как тот же, допустим, Facebook, Google, ну и так далее. Байк Масса, конечно. Ну и как бы, то понятно, что на Украину идет влияние и Соединенных Штатов Америки достаточно крупное, причем Соединенных Штатов Америки это влияние неоднородное, то есть есть, условно говоря, группа Сороса, то есть это Сорос в самой Америке это как третья сила, то есть он как бы вроде как и демократ, но для демократов он не совсем свой, для республиканцев он тем более чужой, но, соответственно, если влияет Сорос, это одно, если влияет Госдепартамент Соединенных Штатов Америки, например, Госдепартамент Соединенных Штатов Америки, не все знают, что он напрямую оплачивает, ну скажем, радио «Свобода» и радио «Голос Америки», напрямую идет финансирование из Госдепартамента, а эти СМИ в Украине, ну достаточно влиятельные. Также идет непосредственная оплата тех, кого мы называем грантоедами, то есть множественных организаций общественных, которые влияют на общественное мнение, которые достаточно шумные, может быть, этих пчел не так много, но жалят они больно. То есть, соответственно, это влияние Соединенных Штатов Америки. Если мы возьмем влияние России, ну Россия тут всегда под боком, она напрямую финансировала ряд политических партий, у нее тоже там всегда были свои агенты, даже в тех же силовых структурах, там есть люди ориентированные на Россию, также свои интересы всегда имел Китай, и как апогей, собственно, те кредитные гарантии, которые давались Януковичу перед его бегством. То есть, по сути, вот мы считаем иногда, что события на Майдане были против России, но Китай тоже ввел довольно серьезные инвестиции, возможно, эти события как бы частично были против Китая. Также, безусловно, на Украину влияет Польша, учитывая, что в Польше очень много наших и работников работает, и так далее. И поэтому, учитывая слабость Украины, на нас все пытаются повлиять, все соседи, и румыны, и венгры, и все остальные, все хотят, ну если так грубо выразиться, неэкспертно, все хотят поиметь свой интерес с Украиной. Если говорить о Донбассе, о неподконтрольных территориях, насколько исторический опыт говорит о том, что возможно реинтеграция? Есть же множество таких вот спорных территорий, да, или неподконтрольных правительств, таким как Абхазия, Приднестровье, Карабах и так далее. Насколько исторический опыт говорит о возможности реинтеграции, возврата и так далее? Ну вы знаете, тут у меня некоторые спорные. Исторические примеры будем говорить. например, свежий был исторический пример, что Азербайджан считает, что у него забрали Карабах, ну страна Азербайджан. Сейчас вроде как Карабах перешел обратно под контроль Азербайджана. Другой вопрос, что в военном плане скажем, Азербайджан был сильнее Армении, плюс еще и оперся на поддержку Турции и как минимум на невмешательство России, потому что Россия, скажем, была не в восторге от революционного премьер-министра господина Пашиняна. Да, 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 в Армении, конечно. Поэтому самые разные. Вот можно взять опыт, например, литовских стран, скажем, таких как Литва, Латвия, Эстония, когда они перешли в Советский Союз, то, скажем, западный мир это не воспринял. То есть никогда на Западе не признавали там Латвию, Литву, не признавали вот эти страны, скажем, странами Советского Союза. И действительно, когда Советский Союз начал уже распадаться, то они первыми вернулись под влияние Запада и в общем-то сейчас там находятся. Поэтому, что касается Донбасса, ну я как гражданин Украины, я надеюсь, что все-таки вернется под контроль Украины. И более того, если бы украинская власть последовательно работала в этом направлении, то это можно было бы сделать намного быстрее, потому что, насколько мы видим, для России Донбасс это тоже такой себе чемодан без ручки, им держать его тяжело. И поэтому у нас идет торг, вот как ни странно, на разных эфирах, в том числе и вашего канала. В итоге получается, что люди, которые говорят, что надо вернуть Донбасс, надо их интегрировать, говорят, вот это предатели, вот это ватники. А те люди, которые говорят, что Донбасс надо отдать, Донбасс надо отрезать, почему-то они считают, что вот они патриоты. Хотя, если мы формальной логикой будем руководствоваться, ну, все же наоборот. То есть, те, те, которые хотят Донбасс вернуть, наверное, они же патриоты, а не те, которые говорят, что надо... Ну да, да, сейчас логика немного нарушена, особенно только политического. проволока и надо их всех отдать. Поэтому после того, как в Украине будет консолидированная политическая воля на возврат и интеграцию этих территорий, оформить это, я думаю, можно будет за несколько лет, но с теми, конечно, проблемами, что выросло уже поколение детей, прошло вот 6 лет, которые учили уже на уровне школьной программы, что Украина это плохо, что Украина с ними воюет. То есть мы получим определенные гуманитарные проблемы, над которыми придется работать и работать упорно, получим проблемы инфраструктурные по восстановлению, это тоже нужно будет все восстанавливать. Но в принципе со всеми этими оговорками интегрировать можно буквально за пару лет при наличии политической воли, которой, к сожалению, мы сейчас не наблюдаем. Спасибо большое. С нами был Николай Спиридонов, политический консультант. Спасибо. Это была программа «Разоблачение» и ее ведущая Оксана Виттер. Мы говорили сегодня о ментальной поляризации Украины. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова